Приветствую вас на канале Будь мужиком! В этом видеоролике я вам расскажу, почему происходит такая неприятная ситуация, когда у вас плита начинает самопроизвольно выбивать искру. Она у вас начинает щелкать, несмотря на то, что ручки у вас не нажаты. Кнопочка для того, чтобы выбить искру тоже у вас не нажата. Просто плита включена в сеть и постоянно щелкает. Но перед тем, как начать свое видео, я хочу выразить свою искреннюю благодарность всем тем людям, которые сбрасывают мне свои бонусы на мой счет WebMoney. Я вам благодарен за каждый рубль. Спасибо вам, что цените мой труд и что мои советы вам помогают. Итак, поехали! Ну что, ребят, для того, чтобы вы поняли, что происходит и почему у вас плита выбивает искру, я в общем сделал все логично. Поставил посуду на комфорку и смотрите, вы наливаете сюда ваш любимый супчик. В то время, как вы пошли смотреть телевизор, у вас что-нибудь закипело, вскипело куда-нибудь через дырочки, через крышечки. Это все начинает вытекать и растекается по всей плите. Ладно, еще половина дела, когда у вас заливается комфорка. Если у вас заливается комфорка, я уже говорил в некоторых своих видеороликах, здесь внутри имеется такая вот форсунка. Эту форсунку в крайнем случае можно просто ковырнуть иголочкой, ничего даже не выкручивать, это просто скорая помощь, и она у вас начинает гореть, если попадает влага сюда. А теперь наша ситуация. Включаем фантазию, импровизируем и смотрим, что происходит. Жидкость вытекает, течет, идет через края. И эта плита, кстати, заметьте, обратите внимание, она сделана очень удобно. Я не рекламирую ни в коем случае фирму данной плиты, хотя мне, в принципе, эта марка и нравится. Но обратите внимание, здесь имеется бортик. Видите, этот бортик идет вот по краю плиты. Если вы выбираете себе плиту с вот таким бортиком, это очень хорошо. Почему? Потому что все, что разольется, оно останется у вас вот в этой вот полости и дальше оно не побежит. Поэтому это устройство плиты очень хорошее. Но в большинстве случаев это все одна единая плоскость и то, что у вас начинает выбегать из ваших кастрюль, попадает под газовые краны. Что у нас происходит дальше? Здесь под ручкой, ручки у нас очень легко снимаются, есть вот такие вот резиночки. Резиночки хозяйки всегда очень старательно, тщательно пытаются мыть. Эти резиночки начинают дубеть, где-то выпадают, где-то отстают и влага попадает сюда. И именно попадание влаги сюда под краны плиты и является причиной того, что плита начинает самопроизвольно выбивать искру. Как вы знаете по устройству газовой плиты, здесь у нас под каждой ручкой, их у нас в данном случае 4, бывает 5, 6 и так далее, в зависимости от того, какая у вас плита. Под каждой ручкой, когда вы ее нажимаете, у вас выбивается искра. То есть, либо под низом находится выключатель, либо выключатель находится рядышком. Здесь вот такая вот специальная металлическая хреновинка для того, чтобы на выключатель нажимать. Получается, когда вы разливаете сюда воду, вода попадает в микровыключатель. Микровыключатель что делает? Он должен замкнуть контакт. В момент нажатия, когда вы нажимаете, у вас замыкается контакт и выбивается искра. Когда же вы что-либо разлили, то у вас этот выключатель замыкается не от того, что вы его нажали, а от того, что туда попала вода. И в некоторых особых случаях, у меня тоже такие, кстати, попадались, это когда у нас кулинар, это какой-то особый гурман, который тут начинает жарить, шкварить его на плите так, что жир-брызги летят по всей плите. В таком случае, когда я снимаю стол плиты, смотрю внутри находится там буквально вот такой вот слой жира и внутри все плавает. В таком случае жир может замкнуть не просто контакты выключателя, но и контакты самого блока электронного розжига. Когда вы замыкаете выключателем контакт, вы либо замыкаете ноль, либо замыкаете фазу, в зависимости от того, как у вас плита подключена, на блок электронного розжига. А второе место, куда может попасть жир или влага, это блок электронного розжига. Сам блок электронного розжига, который дает у вас искру на все ваши конфорки, которые у вас имеются. Итак, что мы имеем? Либо у нас замкнут контакт одного из всех наших выключателей, вы его залили, либо у нас замкнут контакт нашего электронного блока розжига. И вы его соответственно тоже залили. Как правило, не только происходит замыкание одного из выключателей, но и происходит заклинивание одного из кранов. Поэтому переходим к скорой помощи. Что нужно делать для того, чтобы эту проблему устранить и не вызывать мастера? Кстати, если вы проживаете в Одессе, можете позвонить мне, я приду к вам и отремонтирую вашу газовую плиту. Мои телефоны и контакты находятся в моем профиле Instagram. Ссылка будет в описании. Итак, друзья, что же делать? В первую очередь, если ваша плита подключена к розетке и на нее идет питание... Кстати, данную вещь я покупал на алиэкспресс. Довольно-таки прикольная штука. Если вам интересно, я оставлю на нее ссылочку в описании, а также оставлю ссылочку на обзор, где я о ней рассказываю. После того, как вы отключили питание на вашу газовую плиту, вам необходимо поснимать ручки с вашей газовой плиты. Итак, снимаем все наши ручки, все которые имеются на нашей газовой плите. Они просто стаскиваются практически во всех газовых плитах. Просто их надо стащить. Сняв ручки, мы берем фен и феном начинаем дуть вовнутрь этих газовых кранов. Дуем сюда, дуем сюда, но на месте его не задерживать. Если вы будете задерживать на месте, вы можете что-нибудь поплавить, потому что фен все-таки дает определенную температуру и пластик далеко не всегда в этих микровымключателях качественный. Поэтому так, поводили, 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 поводили. По чуть-чуть не увлекайтесь, потому что можете испортить. Потом делайте то же самое с остальными экранами. Мало того, что вы посушили, нужно еще поделать вот так вот. Понажимать на плиту, понажимать здесь, здесь, понажимать. Потом, нажимать и покрутить, понажимать и покрутить, и так сделать по всем вашим газовым кранам. Понажимали и покрутили, посушили и после этого можно проверять. Включаете еще раз сеть, если искра продолжает выбиваться, значит вы что-либо не доделали. Можно так раза три повторить процедуру. Посушите, 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 посушите. В некоторых отдельных случаях можно вообще просто плиту из розетки выключить. К примеру, на сутки и на следующие сутки включить. Бывает такое, что оно само высыхает и само проходит. Но если вы хотите, чтобы это произошло быстрее, нужно все-таки взять фен. Если это дело не помогает, то вызывайте газовщика. И еще один очень важный момент. Если вы знаете, куда конкретно у вас залилась вода, то желательно этот кран периодически проворачивать. К примеру, вы знаете, что у вас сюда вода пролилась. То есть, вы взяли его, провернули. И так делайте хотя бы раз в пять минут. Потому что по мере того, как этот кран будет высыхать, если вы его не будете крутить, то он у вас в этом положении закиснет и вы его провернуть просто не сможете. Туда попадет этот жир, влага, еда. Это все благополучно там закоксуется, застынет. И проснувшись утром, вы обнаружите, что ваш газовый кран вообще не проворачивается. То есть, проворачивайте его раз там в пять минут, хотя бы желательно там в течение часа. Потом через час, через два. То есть, насколько можете часто, до тех пор, пока не ляжете спать. Однако, если вы уже обнаружили, что у вас газовый кран не крутится, на силу его, там со всех сил, ни в коем случае не крутите. Потому что вы можете сломать пластик вашей самой ручки газовой. И потом вам придется покупать новые ручки. Оригинальные ручки стоят очень больших денег. Не оригинальные ручки купить можно, но они будут некрасивые и не будут вписываться в общий дизайн плиты. Поэтому так делать я не советую. И, ребята, ни в коем случае не слушайте тех мастеров, которые говорят туда заливать ВД-40, заливать туда какое-либо моющее средство, еще что-то. Ни в коем случае вообще ничего туда не лейте. Ничего туда не лейте. Потому что этим вы еще только усугубите ситуацию, замкнете контакт чем-то новым. То есть туда влага уже попала, а вы туда получается будете трамбовать еще больше влаги. Ни в коем случае так не делайте. А теперь, ребята, информация для мастеров. Газовое плиту необходимо разобрать, снять все микровыключатели, микровыключатели поснимать с проводов и хорошенечко промыть моющим средством. Фейри, гала или любое другое. После этого хорошенечко просушить. Затем, после того, как вы их просушили, все железочки, которые у вас остались на проводах, хорошенько над филечком почухать, потому что там где-то может быть окисл, где-то может быть жир. После этого собрать все микровыключатели. Далее ставите тестер на прозвонку, втыкаете в два контакта, которые у вас идут в блоку розжига, когда вы разбирали плиту. Если нет звукового сигнала, значит выключатели скорее всего не замкнуты. Затем, начинайте поочередно нажимать на каждый выключатель. Нажимаете на один, есть звуковой сигнал, исправен. На второй, есть звуковой сигнал, исправен. И так далее. И проверяйте так все ваши микровыключатели. Соответственно, если у вас какой-либо не замыкается, значит с ним что-то не так. Разбираете, смотрите, что не так и ремонтируете дальше. Далее, если это проблема в самом блоке розжига, то блок розжига также необходимо хорошенько просушить и дать на него 220 вольт. Если у него со всех четырех обмоток начнет выбиваться искра при поступлении питания, то соответственно он исправен. Если же вы даете на него 220 вольт и на нем нету вообще никаких симптомов, то значит блок розжига вышел из строя. Так что, если мой видеоролик оказался для вас полезен, если он вам помог, если у вас искра больше не выбивается. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на новые видео. Всем пока, друзья!